здравствуйте уважаемые зрители вы на канале девенский заколхоз с вами василий я сегодня посмотрите как стас михайлов карбашонки все такой красивый довольный как слон а почему друзья вы спросите потому что мне повезло мне подарили 14000 и подарили мне 14000 только за то что я родился вчера ну конечно не вчера родился 48 лет назад но факт и стоит фактом мне подарили эти деньги и попросили потратить их на какой-нибудь заколхоз и вот друзья я показывал вас в бане кто давно на моем канале знает да что у меня купольная баня посмотрите она вот она уже я в них паре видя снег ныряю воду и обливать и так далее она выручает меня по жизни очень сильно сегодня хочу вам показать куда я хочу эти деньги потратить хочу потратить при вас по ее вместе в магазин сейчас я буду рассказывать и мне нужны будут ваши советы может быть кто-то знает я вопрос сейчас задам и поможет мне это очень важно хочу сказать чтобы вы не обижались на меня кто-то любит море мой канал как бы уже три группы зрителей имеет вот любители моря я буду снимать море но иногда и по хозяйству нужно снимать да и по заковхозам вторые люди любят вот как раз когда мы огород снимаем деревья курицы там собаку и так далее цветы я тоже буду для вас сегодняшний ролик это для третьей группы пока самой маленькой это кто любит заковхозы по ремонту что-то и вот вам друзья хочу сказать я тоже буду снимать это все но чуть-чуть похоже потому что летом жарко будет но я тоже буду снимать и по сварке и по всяким там ремонтным делам и так далее по мере поступления еще финансов все знают как у меня зарпада я не могу купить 6 тысяч рублей там какие-то даже материалов ну это смешно но это так и все будем делать я буду показывать вообще как сделать такую кухольную баню модульный я покажу как вот из глина сделать примерно там за 7000 рублей вот такую баню можно построить из модули я уже план придумал как делать из блоков как это все отлить как это все собрать то есть я буду прям при вас это делать у меня в голове этот план уже есть заковхоз я буду его осуществлять первый раз так сказать все записывать на видео и вам это сто процентов пригодится поэтому тоже не переживайте заковхозы будут заковхозы рулят будем делать а сейчас начнем друзья какой вот у меня вопрос посмотрите я сейчас кратко покажу кто у нас на канале недавно вот эту свою баню вот у меня она так сделано окна бесплатный я уже говорил в одном из роликов против лиц пока не не достались посмотрите все здесь бесплатно вот это окошечко бесплатно вот эти полки они тоже бесплатно достались эти вот они сделаны полукругом потому что баня круглая печка мне досталось бесплатно тоже в одном из роликов я показывал она это спасибо база рулит база металлолома на под сдачу я ее там купил за копейки по цене металла отремонтировал она мне работает то есть вот двери бесплатно мне отдали тоже просто нужно друзья ну как бы искать кто есть люди кто дает на свалку выкидывать кирпичи камни вот эти камни бесплатно эти я купил в этом малиновый кварцит а вот те бесплатно там галыши там разная ерунда которую мне повезло тоже и вот смотрите полки вот эти кстати по высому тоже расскажу они разбираются я буду выносить их когда буду сейчас вот этот ремонт делать у меня в чем идея здесь я хочу поехать вот магазин с вами если допустят буду снимать купить плитку потому что раньше я хотел деревянные полы сделать но посмотрел вот сейчас она у меня эксплуатируется уже так за слов можно сказать я проверил полы здесь не холодной как русской бани а можно сказать такие теплые за счет того что баня купольная и циркуляция воздуха происходит вот так от печи до по кругу как бы тебя накатывает несколько волн пара он опускается вверх то есть поднимается опускается поднимается опускать тебя нахлобучивает вот этим паром в печи несколько раз русской бане вы знаете да вот этот пар стал под потолок и он стоит нужно веником махать веником чтобы пар на тебя пошел вы понимаете да банщики кто специалист поймет меня о чем речь а здесь за счет того что пар вот так вот крутится по кругу в купол но купол дает ему вот это туда разгон он опускается до пола практически поднимается вверх и за счет этого пол прогревается вот именно поэтому я плитку и хочу вложить а не дерево здесь пол у меня на всякий случай заколхожен еще в то время когда я заливал эту плиту под углом и уходит вот туда у меня там слив сделал вот под этим окном слив выходит на улицу дальше когда мы туда перейдем я буду показывать значит и как я сказал вот эти полки разбираются выносятся из бани потому что они у меня тоже заколхожены вот по такому принципу видите вот я поднимаю эту скамеечку раз она стоит это для экстремального так сказать парения самый мощный пар вот здесь наверху ну понимаете да я кстати хочу сказать я метр восемьдесят шесть роста видите какой купол высокий он очень высокий здесь комфортно ходить находиться она с виду кажется маленькая банька но я здесь метров шесть вот я говорю 92 килограмма и раньше и 135 даже был и мне здесь комфортно здесь место много вот на эти полки я ложусь то есть вовсю длину и у меня даже еще метр остается но очень очень много места и вот эти полки они будут выноситься вот эта полочка тоже также разбирается опускается ножки ведь его там складываются и она опускается она проходит вот в эту дверь это как раз для этого и сделано чтобы у меня последствия возможен был ремонт какой-то дать здесь баня потому что финансы не позволяли мне сразу вот это все сделать вот я буду по частям делать печку я тоже разберу вынесу когда буду клик уложить значит стенки я хочу оставить такие же вот посмотрите у меня даже здесь видите . мне помогала строить эту баню вот ее ладошечки здесь кругом поэтому стенки я не хочу трогать это глина их здесь несколько видов глины видите это белая морская я показывал в ролике в одном где я ее набираю ролик о собачьем корме посмотрите где есть глина немножко другая вот видите она более темная вот пятно вот это здесь потемнее это я экспериментировал с воском здесь у меня пчелиный воск тоже очень интересная идея я пока немножко не понял ее вот она в процессе так сказать эксплуатации себя показывать как она ведет я тоже буду об этом рассказывать здесь у меня присутствует еще опилка бетон в этой бане я тоже буду отдельный ролик снимать вот именно как и устроить и так далее эти опилка бетон очень хорошо себя показал я расскажу преимущество его именно при постройке глиняной бани его нужно применять расскажу почему это просто спасение друзья вот штукатурка так вот она смотрится я убирать не буду это тоже специально я тоже буду рассказывать и во первых красиво смотрится мне нравится и она нужна вот эта глина простая глина здесь она виднее будет клина солома сейчас покажу вот солома эти проглядывать опилочки то есть много видов составов я тоже буду рассказывать какой из них лучше применять для чего это все друзья кто любит заколхозы ждите это все будет значит почему на полу бетон потому что основание нужно сделать как плавающую плиту глина материал хрупкий и чтобы ее не поломала как раз я залил вот эту плиту почему вот я и буду отдельным роликом это все записывать это очень долгий такой получится сегодня у нас вопрос вот немножко другой не нужен совет ваш поэтому я и хочу не такой длинный записывать кстати посмотрите здесь в бане она у меня кому много функционально выручают жизни вот я сейчас сушу здесь мяты обратите внимание да вот эти вот сережки из-под орехов для йода чтобы растение лечить самому лечиться кстати посмотрите прямо сейчас я покажу вам при вас я буквально сейчас тоже для профилактики прохожу этот курс лечения посмотрите этот ролик у кого проблемы там спяточными шпорами есть и так далее я каждый год так делаю для профилактики просто берете эти сережки пакетик и второй носок и вот так вот можете ходить пока не надоест то есть результат почувствуете очень быстро потом смотрите еще баня мало того что он здоровья придает парище здесь в общем я здесь записываю какие-то ролики здесь думать очень хорошо отдыхать дышится хорошо до аромамасла можно какие-то использовать веники здесь я еще смотрите вот сейчас конкретно у меня стоит люлечка люлечка из винограда это прошлогодний виноград он в морозилке лежал в этом году его не понадобился никому его очень много в нем было в морозилке я решил поставить из него люлечку бездрожжевая виноград сам забродил посмотрите видно ли вам будет вот гуляет не знаю наверно не слышно будет ай какой аромат вот я топлю бальку вот этой печкой и уже одновременно здесь и аромат трав аромат веников дубов пихтов аромат виноградной люлечки это такое удовольствие это уже взял просто но не передать ничего кедровых шишек вот не хватает эти есть у меня простые нужно кедровый найти где-то вообще будет шикарно ладно переходим к самому главному это вот мне нужна ваша помощь кто знает если у кого-то в бане пластиковые двери стеклянные вот раньше я ее когда построил она была вся купола сейчас выйдем на улицу я вам покажу просто купол вот вот эти окна они тоже выходили на улицу на красивый вид у меня был такой план до освещение бесплатно и так далее потому что у меня освещение в бане бесплатно получается днем освещение отсюда кто стесняется ведь у меня здесь ржаве есть закрываешь и не видно а на самом деле тебя и так не видно потому что пар когда пар поддаешь вот эти окна запотевают и все отлично свет оттуда проходит а тебя не видно когда паришься вечером я включаю свет вот там на улице во дворе и свет попадает сюда и здесь тоже светло создается такая интимная атмосфера очень приятная для отдыха и паришься и все видно и тут экономно можно свет не включать вот сейчас я пока здесь повесил переноски это чтобы вам ролик снять чтобы было посветлее поэтому вот умеет было здесь одно тоже сделано чтобы для света но потом я решил сделать очередной закохоз это уже чисто опилка бетон проект сейчас мы туда перейдем сделал там такое помещение дополнительное я хочу там сделать душевую и комнату отдыха и для этого мне нужно здесь делать вот эту дверь вот тут и можно ли использовать пластиковую дверь значит для этого есть у меня план такой то есть сделать вот из этих двух окон такую дверь гармошку она будет вот так собираться в час они так стоят вот под углом я туда навес сделал сюда и сюда и она будет вот так зиг то есть туда в потолок раз я ее убрал раз опустил систему подвесов сделал да с грузиками она будет одним пальцем подниматься раз я попал она уехала потом надо зиг сюда закрыл вот я думаю если я дверь дешевую не найду вот на эти подаренные деньги я тогда буду колхозить наверное какую-то вот такую дверь в общем вот как у меня здесь окно понимаете да вот она будет так наверху подниматься а вот если второе окно здесь приделать она будет так складывать чик поднял они вместе сложились раз опустил они вместе разложились и будет дверь вот такая идея сейчас мы туда перейдем я буду дальше показывать и рассказывать сейчас я со стороны баня покажу новым зрителям кто недавно на канале не видел и вот посмотрите тоже предбанечек здесь такой тоже здесь отдельная технология у нас идет я тоже буду показывать двери тоже сам залепил из хлама который был сделал специально трубогиб для этой цели и вот закоходил такие двери тоже буду рассказывать а вот так вот новый зритель на канале посмотрите ролики где я парюсь в этой бане вот как она выглядит со стороны обратите внимание какая она с виду маленькая вот видите вот эти окна смотрится вот ну в бане ничего не видно сквозь эти окна можно их даже затонированных сделать у кого есть возможность ставьте не пожалеете вот так вот она выглядит вот эту часть как я говорил вот эту я представил позже сначала она была просто вот такая купольная ведь какая малюсенькая с виду да это просто удивительно здесь ведь и несколько у меня видов и глины здесь я делал поклевку специально на основе извести я тоже буду показывать она очень хорошо себя показала она не боится дождя вот это вот я тоже буду показывать ведь разные у меня слои тоже буду рассказывать для чего это это очень важно а сейчас пока перейдем от в то помещение это уже чистая пилка бетон вот у него такой фундамент здесь если посмотреть так если даже сюда от иду покажу я его вообще делал сначала как бы для гаража тут вот у меня гараж и чтобы хранить какие-то инструменты и так далее вот этот вот аппендицитик сейчас мы туда зайдем он с виду маленький но он тоже огромный ведь вот у меня дверь я здесь к хожу я говорю что ничего не выкидываю и практически не покупаю я делаю все из старых вещей ну потом мы ее культуре все хорошо будет она будет красиво кстати покажу потом как очистить старую дверь ну в порядок более-менее привести у кого денег нет тоже главное она работает и все в порядке вот заходим раньше было баню ведь обратите внимание тоже купол вот она она была вот раньше как раз на улице это место и свет попадал для чего я сделал еще так вот полукругом когда делать для гаража я сразу предусмотрел я на всякий случай планировал здесь делать душевую обратите внимание вот чтобы в этом помещении здесь должна была быть плитка то время она еще была дешевле 1 5 наверное я мог ее как раз купить сейчас уже нет мы посмотрим магазин поедем почитаем может быть мне повезет я куплю вот поэтому такая вот душевая здесь кабинка должна была быть и вот эта дверь она вот как я говорю что либо она вот так вот будет на стене подвесов подниматься в потолок раз опускаться подниматься либо я вот металлопластиковую дверь поставлю у кого есть бани можно ли его поставить не поведет и там или чё тут пара здесь из бани получается вот попарился до выходишь оттуда сквозь вот эту дверь стеклянную почему стеклянного потому что здесь так будет душ вода будет брызгаться и будет попадать на дверь можно было деревянную сюда поставить дверь но получается что она будет целеть постоянно вот тут у меня кстати слив это вот тоже будет разбираться все место когда будут окна сниматься тут слив из бани идет оттуда здесь тоже пол сделан залит под уклоном уходит вот туда щель ее можно расширить если будет плитка повыше сделать нормально там отверстие пробурить побольше это все бесплатный кирпич у меня тоже бесплатный вот кстати мне его дали одни люди в голубицкой и здесь помните я приезжал на ларбусе забирал у вас кирпич это вот ваш кирпич благодаря вашим кирпичу я вот себе такую баньку построил большое спасибо просто огромное спрашивали зачем я вам тогда говорил мало ли вы увидите этот ролик очень пригодилась эти стены уже построена тоже по другой технологии опилка бетон это опилки с цементом песком и каркас вот уже прошла проверка трещин никаких нет все в порядке потому что они вот на таком фундаменте стоят тоже как бы отдельный фундамент плита вот видите потолки у меня многоуровневые получается потому что эти они как бы лесенка сделан переходами тоже бесплатного материала все гипрок это все мне отдавали очень чтобы не выкидывать я его забирал и вот ведь и он пригодился весь дело все ушло это не проще потолок отлично там над ним опилки с цементом для утепления здесь зимой теплее чем на улице можно ставить обогреватель и жить вот видите там крыша и поэтому вот его и пришлось так делать под угол еще кстати посмотрите здесь я хочу дополнительно из этого помещения сделать как бы такой вариант летнего домика я тем летом выносил вот эти полки потому что летом париться ну не совсем так удобно до летом я ставил кровать балдел там телевизор ставил до ноутбук чайничек все идеально очень хорошо и я хочу тоже летом использовать это помещение может быть для гостей потому что у меня в том году дети здесь жили гости приезжали даже жили здесь двуспальная кровать влазит представляете какое место сколько места много и как раз чтобы здесь было хорошего проветривания еще и вот и будут дверь сделать дополнительно и еще по одной по такой причине здесь у меня посмотрите как похоже вот это окно потолок окно она ведь открывается вот я его открыл закрыл открыл и сразу чувствуется как сквознячок пошел потом у меня здесь есть еще окна это чтобы душевая проветривалась ну когда будет влажно здесь да вот открыл еще у тебя проветриваться еще окно вот окна мне друзья достать бесплатно поэтому не переживайте что у меня столько много окон я залепил здесь помещение светлое видите здесь не даже даже подсветку не пришлось делать и так все видно здесь тоже тут кстати я тоже пока не решил что будет до помещения тут даже кровать влазит полутора спалка вот с виду телефон не передает но здесь полутора спалочка кровать спокойно влазит вставлять сколько мест получается поэтому я тут пока еще не решил вот здесь будет у меня шторка висеть для душа вот будет перекрывать да вот это вот поддон от кого душевой но он будет из плитки здесь будет пол весь в плитке потому что у меня сделано уровень оттуда уклон идет сюда вот как раз сливу даже если здесь набрызгать все равно вода вот туда будет уходить поэтому все будет нормально здесь будут шкафчик полочки какие-то вешалочки может быть какие-то да но вот что-то такое вот кстати я нашел доску видите вот мне повезло она наполовину гнилая но я ее обработаю главное в ней есть душа то есть мы ее приспособим как раз вот либо сюда либо вот туда в баньку вот там я хочу полочки сделать и поэтому видите сколько здесь поле для волю фантазии можно сделать вот здесь вот по этой круглой стене тоже вот это стена бани тоже либо будущем я буду делать камин вы поймете потом он будет оттуда топиться труба будет выходить здесь то есть одновременно у меня будут эти два помещения прогреваться и это это либо просто полочки здесь за колхожу красивые какие-то за тут он сантуражем какие-то и так далее ну и функционал что был какой-то значит очень вариантов много пока я глиняную стену здесь закрыл потому что в помещении ее лучше чем-то шпаклевать либо цементом либо как я гипсом зашпаклевал это робот гипсовая штукатурка потому что когда она чисто вот глина видите здесь глина солома глина она может пылить глина немножко либо ее грунтовать надо хорошо и так далее там на улице я специально так оставил соломой там с опилочками чтобы было видно потому что мне нравится этот природные материалы в общем как дерево да красиво очень вот какой-то такой смотрится старенький так далее я люблю честно скажу поэтому я буду оставлять так и вот это здесь я покрою все в этой комнате конечно каким-то материалом таким шпаклевками штукатурками чтобы было чисто что мало ли здесь может какой-то шкаф здесь будет даже можно здесь знаете поставить если например комнату такую сделать чисто для душа туалет даже поставил когда ты здесь спишь допустим а вот кстати можно даже кухоньку сделать кухню даже маленькую сделал и все отлично да здесь тебя душ здесь у тебя кровать телевизор камин все такое это буду я кстати друзья кто вот любит за колхозы подождите подписывайтесь не пропускать и я буду вот это делать как такую баню блочную такую типа как лего конструктор она будет собираться очень легко за день можно будет ее собрать проекты у меня есть и для молодых семей можно вот такие домики делать будет то есть очень бомбически ну короче будем смотреть я надеюсь что все будет хорошо подкоплю на этот так сказать на это дело там нужно будет сумел купить и так далее и будут делать сделал специальные формы и так далее чтобы на что все было у вас на глазах вы смогли лично это все сделать вот так у меня были раньше конечно другие идеи по этому поводу баню ведь я даже здесь козырек делал время вот до сих пор я планки не удалил но все меняется несколько раз были эти кризис цены взлетели сумасшедшие поэтому у меня сейчас и такая стоит не доделал на это баня я друзья доволен я просто счастлив я паришь не все в порядке и это помещение работает у меня здесь очень и лук и картошка ничего не заморозило здесь сухо за счет опиога бетона здесь сухое помещение никакой влаги нет вообще у меня даже кстати сделано гидроизоляция все типа по уму видите из старых пленок выборченных вот у меня все есть вот там по периметру везде бруски видите там гидроизоляция движет они тоже будьте в порядке здесь плиточка все закроется здесь тоже везде гидроизоляция все по уму все нормально все хорошо поэтому помещение просто получается идеально тут если мне денег хватит по этим есть магазин я люблю тоже плитку знаете вот это маленькие маленькими такие плечки она гибкая чтобы здесь такой полукруг сделать вот стена видите на закругленная она уже испытание прошла зима весна осень трещин никаких нет на пилкой бетоне вот здесь маленькая маленькая есть но это ерунда это чисто сам плитонит это вот и плитонитом для эксперимента шпаклевал посмотреть как он себя будет вести здесь конкретно в такой ситуации это робот тоже посмотрел но для душевой сразу скажу лучше плитонит использовать в идеале который для бассейнов это чисто на всякий случай все равно там где-то швы у плитки могут там выпасть или что-то вода начнет туда попадать ну хотя не важно в принципе под плитки простой пойдет тут они да главное швы хорошо сделать вот и вот такая вот идея друзья да здесь плиткой здесь внизу плиткой посмотрим на что хватит денег это кстати я показывал в ролике как крепить гипсокотом к стене посмотрите тоже мне один человек говорил что он те отвалится сразу я вот я его пытался сломать сейчас даже при вас видите кто знает специалист я даже его не могу у меня дури я его не могу оторвать от стены просто его нереально оторвать вот посмотрите ролик это намеку поэтому клейте вот так гипсокотом и все будет в порядке ну это я говорил у кого денег нет на стойке профиля для кипсокотом а конечно на них лучше там но некоторых ситуациях вот это вот идеальный способ это я как бы миниатюре и уклеил рассказывал что вот ну лист например метр двадцать допустим на два пятьдесят там или на три метра вот можно также приклеить выровнять стену эти вот у меня здесь заливка у меня был плохой там материал для каркаса для формы такой гибкий у меня вот здесь эти выпив вилка бетон и вот допустим что выровнять вот гипсокотом вообще легко вы тут пару ляпов сделал или какой перепад стены эти огромный перепад стены здесь сантиметр и гипсокотом очень легко выровняет эту стену вот именно таким способом посмотрите так что вы друзья такой план я не знаю осуществится он или нет будем вместе следить на канале да если получится у меня купить вот сейчас допустим как по ценам я даже не знаю какие цены если честно вообще то буду разбирать вот эти окна доставать отсюда избави из этой части бани либо устанавливать вот эту пластиковую дверь либо колхозить из них что-то как раз вот эту систему откидную может быть она и лучше будет здесь мне надо будет посмотреть не будет ли она мешать вот присадки если вот я ее откидываю да она гармошкой собирается уходит в потолок главное чтобы она не мешала мне здесь голове вот смотрите тоже да я метр восемьдесят шесть я вот потолок здесь видите в полмороз и вытягивают очень высокий получается очень хорошо здесь будет хорошо дышать главное вот как я говорил вот это проветривание отовсюду да будет летом в жару куда будет там 36 под 40 градусов жара здесь будет очень прохладно потому что тем летом я все лето здесь практически провел очень хорошо пол получается летом бетонный будет прохладненький с плиточки вообще шикарно а навес который вот он на бане он защищает от прямых лучей солнца и очень будет хорошо дышаться в глиняном помещении в таком саманном так что не знаю друзья вот осуществятся мои планы нет я очень хочу на это надеяться потому что уходит по чуть чуть-чуть по чуть-чуть я баньку буду делать до доводить до ума единство что как я говорил я хочу оставить вот стены которые внутри все таки такими как они есть это все-таки память как вот ризочка помогала мне строить там мои ладошки и да ну и мне если честно нравится природный цвет его ничем не не заколируешь да никак не подберешь этот цвет глины я каждый кусочек знаю каждый кусочек я сам лично разминал номинал руками да вот сюда в стенку ризочка мне помогала дина вы не представляете какие-то танцы были я включал тут музыку 3 затанцевала она маленькая дача в месяц и 7 лет и на 5 было и вот это так было весело строить дина вся в глине представляете да татьяна виктор она приезжала вечером с работы устраивала нам здесь геморрой потому что все мы в глине вся одежда весь дом в глине мы все грязные то есть представляете да как было здесь весело хорошо под деревом весь персики то есть ой сказка поэтому тройте вот такие баньки вы сможете построить легко я ее один построил вообще очень быстро я не помню по-моему дней 10 надо вспомнить точно сколько я лепил это делается в общем моментально заливается фундамент два дня максимум делаешь кипячей 1 проходит до ряд если есть кипячей второй ряд это будет очень идеально и погнал лепить глину это вообще классно это буду отдельным роликом прошла этот очень длинный тут не вот нужны ваши советы вот по этому поводу особенно вот окно и вообще пишите вот кто что думает мне очень интересно советы читать потому что иногда люди такое напишут я буквально просто бегу сразу идею подадут вернее да я ну сразу бегу вот сейчас один зритель кстати написал про про мое болото там я сейчас ролик даже сниму отдельно рис посадить вот просто представляете да да меня бы никогда не дошло можно на этом болоте рис посадить но я сейчас запишу ролик один отдельно его сниму вот друзья такая вот история на данный момент радость вот у меня до вчера была потому что я родился и мне повезло в этот день хотел с вами поделиться вот этой историей чтобы вам повезло в первую очередь то на моем канале вы знаете что везет смотрит особенно кто лайки ставит подписывается это будет вести в жизни так всем удачи хочу сказать и счастья как обычно с вами был василий подписывайтесь до свидания а